ПИРАМИДЕ КЕОПСА Мы находимся на дне Древнего моря. Феномен состоит в том, что Девногорье — это что-то вроде консервной банки. Мел, состоящий из скелетов древнего планктона, легче песка и укрывает одеялом артефакты, оберегая их от разрушений времени. Перед участниками экспедиции стоит задача. Просветить площадь распространения подъемного материала с целью установления границ древнего селища и обнаружения мест, перспективных для дальнейших раскопок. Это зуб мамы. Это взрослая особь. И вот она, рабочая поверхность этого зуба. Будто магнит. Девногория притягивает ученых, туристов и даже кладоискателей. Те черепки, которые сейчас достают, пока мы тут сидим, наши коллеги, участники школы во время своих разведывательных археологических мероприятий, вообще они были одинаковыми на этой территории. Эта культура характеризовала то объединение, которое получило название «Хазарский каганат». Немного нашли косточек, коленную чашечку, какие-то еще косточки. Можно целых карманельцев собрать. Ну, правда, не исключено, что они от современной собаки, которые у них. Там ужасно, если борешься с макмонтом, вдруг откалывается на конечку. Все началось с одной манеры. Археологи нашли не здесь, а довольно далеко отсюда. У тех самых варягов, у норманов на острове Готланд клад серебряных монет, дирхимов, которые ходили тогда по всей восточной и северной Европе через территорию Хазарьи вместо долларов. Но среди этих монет оказалось штук пять, где вдруг арабской эпофической вязью был дан чекан Муса Расуляла. Когда начались конфликты между хазарами и арабами в Закавказье и хазарами и греками-христианами в Крыму, евреи могли подсказать хазарским правителям правильное решение о том, что если вы будете иудеями, то у вас будет нормальная религия, нормальный закон. Хазары были первой частью этого мирового сообщества, первой частью этого сообщества, которое попыталось как-то договориться по поводу религиозной политики, религиозной терпимости внутри одного, может быть, очень примитивного, раннесредневекового, почти варваровского государства. Без этого в жизни человечеству невозможно, что нам демонстрирует наша современная история. На лекцию пусть сюда приходят. В 1889 году здесь, на этом холме Меловым проходил выпуск скота, соответственно, и вот одна из коров провалилась в Патакомбу, в Патакомбное погребение. Об этом стало известно, и вещи, которые были обнаружены в Патакомбе, были отправлены в Петербург. Вот такие вот, по-моему. Ну, две фаланги точно. Вот нам помогают всякие подземные животные. То есть мы сейчас работаем только с поверхностью, ничего не попаем. Без их помощи ничего не было бы именем. Дело в том, что кроты выбрасывают на поверхность инородные предметы. Маленький кусочек влащенной керамики. Если таких предметов найдено много, прямо под нами находится археологический объект. Это центр гончарного производства оказался. Эти люди как бы считались в какой-то степени, ну что ли, наделенными какими-то особыми качествами, колдунами. Лишь господствующая верхушка приняла иудейскую религию. Простые жители Маяцкого городища были язычниками и соблюдали культ огня. Керамика, которую мы сейчас, скажем так, собираем, она может свидетельствовать, например, о разных традициях. Проживала такая большая семья, затем, своего рода, небольшая зона отчуждения и новое такое гнездо построили. Женщины жили в среднем 37 с половиной лет, 38, мужчины 42. Тут нагорская музыка. Такой ритм, хочется это идти за боем. Смотрит, как она. А что вы здесь делаете, а? Это специальные места, места монахов-отшельников, монахов-затворников, монахов-аскетов. Здесь люди свои духовные делали. То, что это святилище, что это святилище, назовем культовое какое-то сооружение, просто не приходится сомневаться. Мы видим квадрат посредине, остатки мощного такого культового огня, остатки сенового какого-то, не знали. Вокруг него было ряд катакомб. Просто оттуда, ну, знаете, вот, так, ну, этот воздух от покойника какой бывает. Вот, великолепная картинка обнаружилась там внутри, вот, лежат вещи, вот, лежат два костяка, женское, мужское. Все вещи, как вот их положили в конце девятого века, вот, все буквально, не засыпаны ни землей, ну, ничем. Вот, все, как вот, их просто вот рисовать, да собирать. Для меня и вообще, вон, для всех нормальных, вот, людей, задача разделить сказку, не сказки сделают, были, или как-то, вот, выяснили, где же там мы были. Дархазары. А кто их? А вот кто их знает? Помню, в рощи соловинок, я гуляла вечерком, статный парень, чай не знаю, подошел ко мне с цветком. Серебристый колокольчик долго-долго беревал, а любом моем сердечке, Волна ландыш растила, А любом моем сердечке Волна ландыш растила. Наша работа в подобных экспедициях похожа на работу в детективном агентстве. В центр Сефер поступил сигнал, устное свидетельство об указанном месте захоронения 13 венгерских евреев, убитых во время войны в 1943 году. Анна Юткина приехала сюда, чтобы оформить официальный запрос на установление личностей погибших, до сих пор числящихся пропавшими без вести. У нас уже есть три больших интервью, где своими детскими впечатлениями делятся сейчас самые старые жители хутора. Там я насчитал в этой хате 11 евреев побитых. У них ранцы такие на спинах были, с телячей кожей. Я не нарадик себе освободил, чтобы эти трапки в школах не хранили. Знаете, чтобы все собирали лошадь. И эти ямы обрали. Над ямой, видите, тут уклон идет. И вот он сложил снаряды, которые в большом количестве, в общем-то, валяли здесь. И потом после этого поджег шнурку, как он говорит, отбежал в сторону. Взрыв. Просто прожитое, прожитое, зря, не зря, но не в этом понимаешь ли соль. Слышишь, капают дожди октября, кап-кап, видишь, стародом стоит среди лесов. Все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные тайны ночи. Каждый сделал все, что смог, все, что смог. Помолчим, помолчим. Всех оставшихся друзей мы соберем и набьем картошкой старый рюкзак. Люди скажут, что за шум, что за гам. Мы ответим просто так, просто так. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежды.